В эфире РБК Уфам, обещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Стоимость ОСАГО в Башкортостане может вырасти на 20% уже этой осенью. С 31 августа Центробанк расширяет ценовой коридор по базовому тарифу с 4100 рублей до 4900. Таким образом, полисы могут как подорожать, так и в пределах 20%, так и подешеветь. Однако в нашей республике эксперты прогнозируют рост. По словам страховщиков, повышение произойдет и в регионах с критичной ситуацией по ОСАГО. В их число входит и Башкортостан. Сегодня в таких субъектах действует система единого агента, которая перераспределяет клиентов равномерно между страховыми компаниями. Есть и положительные моменты. Дело в том, что не все довольны работой системы единого агента, не все довольны теми размерами выплат, которые осуществляются сейчас на сервис для ремонта автомобиля. Поэтому они будут также пересмотрены в сторону увеличения. И если с одной стороны тариф повысится, то с другой стороны повысятся и выплаты. Грядущие изменения ценового коридора – шаг к калибрализации рынка ОСАГО. В перспективе здесь предусмотрено свободное ценообразование. Пока же, чтобы избежать резких скачков цен, Центробанк предпочитает действовать в рамках тарифного коридора, поясняют эксперты. Нерезкий, но уже в пятый раз за месяц рост цен произошел в Уфе на заправках Башнефти. Этой ночью плюс сразу 60 копеек. Теперь бензин марки АИ-92 «Атом» стоит 40 рублей 30 копеек. «Атом» 95-й – 42,60. «Аи» 92-й – 39 рублей 70 копеек. Дизельное топливо можно приобрести за 42,90. Подобная картина наблюдается практически во всех регионах, в частности в Омске, Волгограде и Самаре. В Центробанке рост объясняют ситуации на мировом рынке. Когда нефть дешевела, цена бензина росла меньше других цен. Теперь разница сокращается, говорят эксперты. К делу подключилась антимонопольная служба. Накануне ряд СМИ со ссылкой на правительство России сообщили о вероятном снижении акцизов на топливо. Это может произойти уже с 1 июля. Однако независимые эксперты рынка утверждают, что дальнейшего повышения цен на топливо в рознице избежать, скорее всего, не удастся. Разве что темпы станут немного медленнее. С незначительным ростом отработали предприятия Башкортостана за прошедшие 4 месяца. Индекс промышленного производства с января по апрель превышает тот же период прошлого года на полпроцента. Об этом сообщает Республиканская служба статистики. Наиболее существенный рост в производстве бумаги и бумажных изделий 65%, мебели 21,5%, машины и оборудование 15,5%, спад в производстве одежды минус 29 с лишним процента, текстильных изделий и полиграфия более чем на 20%, обработки древесины на 18 с небольшим. В среднем в России промпроизводство выросло почти на 2%. В Приворском федеральном округе индекс варьировал от 94,5% в Удмуртской республике до почти 13% в Мордовии. И сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит ведущий специалист Роскомснаббанка Юлия Гемаева. Юлия, здравствуй. Ждем от тебя актуальной информации с валютных и фондовых рынков. Добрый день, Олег. Стало известно, что Совет директоров Башнефти рекомендовал выплату дивидендов за 2017 год в размере 158 рублей 95 копеек на акцию. Рынок воспринял данную новость крайне негативно. И сейчас мы видим снижение обыкновенных акций на 1,1%. Торги проходят по 2314 рублей за акцию. Привилегированные снижаются более значительно на 4,95%. За одну акцию предлагают 1738 рублей. Традиционно по средам все внимание участников нефтяного рынка обращено на выход статистики по запасам нефти в США. Тем временем нефть сорта Brent снижается на 0,8%. Текущая котировка 78,95$. Нефть сорта Lite в минусе на 0,6%. Текущая цена 71,75$. Олег. Спасибо, Юлия. Напомню, на прямой связи со студией РБК УФА была ведущая специалист Роскомснабанка Юлия Гемаева. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.